Беспонтовая фигня, которая стоит кучу денег, зачем вообще ей пользоваться? Эффективности от нее не вижу. Что делать? Зачем она надо? Давайте разберемся с этим вопросом. Зачем, куда и как? Погнали! Ходят легенды, что тоник нужен какой-то определенной касте людей, далеко не всем, что это какой-то такой продукт, который нифига не работает, и вообще зачем тратить на него деньги. Приветики! Давайте сегодня поговорим о тонике, собственно говоря, о том, как его правильно наносить. На самом деле, мало кто знает, как правильно пользоваться данным продуктом и совершает ошибки, а потом говорят, продукт не работает, продукты используются очень быстро, все это маркетинг, бестолковая штука, зачем ее вообще покупать, т-т-т-т-т. Это мнение большинства, и я сама так раньше думала, до того, как начала правильно применять, мне очень понравилось, мне понравилось ощущение, комфорт. И хочу сказать вам, кстати, заранее огромное спасибо за ваш лайк данному видео, потому что это бесплатная благодарность блогеру за его старания. Благодарю! Итак, давайте начнем с того, для чего же, по сути, нам нужен тоник. Тоник, в первую очередь, восстанавливает кожный барьер, после того, как мы используем огромное количество всяких очищающих продуктов, да, то есть мы можем наносить гель для умывания, пенку. Кстати, напишите, каким продуктом вы пользуетесь для очищения лица после косметики. Кто-то, кстати, вообще косметикой не пользуется и думает, а нужно ли очищать кожу в этом случае? Нужно. Кожу необходимо очищать в любом случае, потому что на ней накапливается пыль, жир, и даже если это не огромное количество вашего тонального крема, декоративной косметики какой-то другой, в виде всяких там теней, помады, т.д. Вы должны помнить о том, что вы вышли на улицу, и ваша кожа уже начинает загрязняться, потому что там пыль, все то, что от машины идет, все эти газы, все это мусор, все это дело, это все оседает на вашу кожу. Свободные радикалы туда же, кстати. И все это дело разрушает вашу кожу. Безусловно, у нее есть свой естественный барьер, потому что, как и все в организме, продумано, ну просто вот идеальненько, вот как песчинка, которая попадает к вам в обувь куда-нибудь или начинает натирать, вот эта вот зона на пяточке, она начинает огрубевать, то есть организм направляет все свои силы, все свои ресурсы для того, чтобы восстановить тот участок, который повреждается. Поэтому можно понимать, насколько сильно организм у нас продуманный. Мы же сами начинаем его разрушать тем самым, что наносим всякие разные пенки для умывания, гели для умывания. Я вот раньше обожала молочко для очищения кожи. Напишите, пользуетесь ли вы молочком для очищения кожи. Я вот, например, в последнее время нет. Мне нравится гидрофильное масло в сочетании с пенкой. И все это дело, безусловно, очень-очень сильно разрушает ваши естественные бактерии, которые живут у вас на коже, и они как раз защищают вас от того, что происходит вокруг, от того, что вы испытываете различный стресс, все это дело, эти все бактерии заживляют, восстанавливают, наполняют и так далее. И когда вы наносите тоник после того, как вы очистили вашу кожу, он помогает создать вот эту вот кислую среду, в которой бактерии опять начинают нормально работать, функционировать и защищать вашу кожу. Если же вы просто нанесли гель для умывания, пенку или молочко, и после этого просто нанесли крем, это все работает не так и хорошо. Следующий пункт, почему тоник нужен? Он отличный проводник между кремом и вашей кожей. То есть он помогает крему и полезным веществам, которые в нем присутствуют, лучше проникать в вашу кожу. Третье – это увлажнение. Вы вот даже сами, если начнете регулярно применять тоник, вы ощутите, насколько кожа становится более мягкой, более упругой, более такой вот эластичной, приятной на ощупь. Это ощущение, когда вы нанесли продукт, и действительно приятно, свежо, комфортно. А это дорогого стоит, согласитесь, потому что вот именно ухоженная кожа, которая в комфорте, в балансе с собой, это прям вот шикарно, идеально, и вообще вот это все того стоит, короче говоря. Большинство девушек и женщин берут ватный диск, наносят на него, клюпают продукт и начинают протирать кожу этим самым тоником. Главный минус – это огромный, огромнейший расход, потому что для того, чтобы вам смочить этот ватный диск, понадобится достаточно большое количество этого продукта. И когда вы будете наносить это все дело регулярно на ватный диск, вы заметите, куда же девается мой тоник. А если вы за него еще отдали кучу денег, если не какой-то бюджетный вариант, а какой-то уже более дорогой, вы будете думать, так, это какой-то огромный расход, беспонтовая фигня, она не работает, она как-то вот, не могу сказать, что вот нанесла, и кожа преобразилась. Девочки, не бывает такого, что на кожу нанес, и прям все, вчера еще была старушка, а утром проснулась, и все, и прям минус 10 лет, прям такая свежая, красивая, офигенная, ну не бывает такого, все это дело работает в системе. Если вы регулярно пользуетесь, регулярно наносите, вы увидите со временем, как кожа будет становиться более мягкой, более комфортной, более ухоженной, увлажненной, нестрессовой, без всяких разных кусков шелушения, без воспаленных сосудов, без высыпаний диких, которые постоянно вас мучают, безусловно, это тоже питание. И вы, короче говоря, наносите на ватный диск, расходуете огромное количество, все это дело непонятно, куда уходит, а результата как будто бы так и нет. Рассказываю, отличный метод нанесения тоника, именно корейцы вот это вот дело так и делают. Вы берете ваш тоник, хотела сказать, кстати, огромный, дать позитивный фидбэк о данном тонике, Ground Alchemist, вот такой вот малыш, очень сильно мне полюбился, заказала в последнее время в любимом магазине Aromateca, вот у нас такая в Украине имеется сеть, обалденные продукты там просто, да, они дешево, но если вы хотите вот иногда купить и побаловать себя чем-то стоящее, да, там не очень дешево, но там вот есть такие вот моменты, хотелки, вот реально то, что иногда я себе ищу, и мне хочется, и я там нахожу. Отдельное внимание стоит, конечно же, уделить упаковке, просто как будто бы баночка из аптеки, какая-то вот древняя, эликсир какой-то, да, вот такое вот прям какое-то волшебство в нем есть. Что у нас здесь в составе? Это ромашка, роза и женьшень. Я здесь чувствую в основном розу, у нее, конечно, самый такой яркий аромат, но на самом деле тоник практически без запаха, ну то есть если вы, конечно, разбираетесь и вынюхиваете все это дело, то вы здесь услышите розу. На самом деле это получается вытяжка из разных-разных травок, и поэтому это очень-очень полезно для вашей кожи, для того, чтобы ее увлажнить, для того, чтобы добавить ей немножко тонуса, сбалансировать ее, чтобы все то стрессовое, которое происходило на протяжении дня и после того, как вы еще дополнительно очистили различными суперэффективными мицеллярками, гелями для умывания, гидрофильными маслами, молочком, абсолютно не важно, чем вы пользуетесь, все это дело, если вы можете представить, да, насколько сильно, эффективно и мощно этот продукт снимает ваш макияж, то вот настолько же сильно, разрушительно этот продукт влияет, на вашу кожу, то есть проникает в вашу кожу и пытается из нее достать все те полезные вещества вместе с вредными, вместе с пылью, с улицы, вместе с косметикой и вместе со всем тем, что вырабатывала ваша кожа для того, чтобы защитить себя, собственно говоря, поэтому обязательно наносим тоник после того, как мы очищали кожу нашу различными штуками. Офигенный продукт, безумно нравится, очень нежный, очень приятный, и вот это ощущение увлажненности, короче говоря, у меня прям затягиваются это, все эти вечерние ритуалы с уходом за кожей, мне вот прям нравится, мне приятно, я от него балдею, если захотите, обязательно раскошельтесь, купите, попробуйте, офигенный продукт, и упаковка, конечно же, тоже очень клевая, это австралийский бренд, они сейчас выходят прям вот на рынок, так вот масштабно, крупно, и захватывают любовь многих-многих девушек и женщин по всему миру, поэтому обратите внимание, тоник клевый, и да, если вы будете наносить таким вот образом, при помощи ватного диска, то все это дело вы будете тратить очень активно, плюс многие ошибочно полагают, что дополнительная функция тоника, это последний этап очищения, но это не так, там нет никаких таких активных веществ, которые разрушают молекулы косметики, или удаляют ваш жир какой-то, здесь не должно быть огромное количество спирта, иначе это будет сушить, здесь дело успокоить, сбалансировать, и восстановить PH вашей кожи, поэтому используйте не для того, чтобы снимать косметику и при помощи ватных дисков, у разных тоников разные дозаторы, здесь у меня непосредственно вот такая вот крышечка выдавливается, и казалось бы, ну как бы не очень удобно, что же при помощи данной помпочки можно сделать, но на самом деле не так важно, как это все дело открывается, важно, чтобы это дело было комфортным, приятным и работало, наносим несколько капель на ладошечку нашу, растираем, буквально 6-7 капелек я наношу, растираем, и вот такими вот движениями, похлопывающими, вбивающими, мы наносим наш тоник в кожу, мы как бы заряжаем кожу не только продуктом, но еще и массажем, и вот такими похлопывающими движениями, я вот так еще наношу вокруг глаз, всю эту зону прорабатываю, хорошо-хорошо-хорошо вбиваю, балдею, тащусь просто этого всего процесса, также шею, и зона декольте, все это дело мы вбиваем, буквально 7-8 капелек вам хватит, если у вас пшикалка, как у меня был предыдущий тоник, вы точно так же наносите пшикалкой на вашу ручку, растирайте в ладошках, за счет тепла продукт еще лучше проникает в вашу кожу лица, и вот такими вот похлопывающими, вбивающими движениями, даже не вбивающими, а массажирующими, подпридавливающими движениями вы наносите тоник на вашу кожу лица, вот таким вот образом наносите, и хорошенько-хорошо фиксируете, ждете несколько минут, пока тоник впитается в вашу кожу, это очень важно, тут такой же принцип работы, как и с сывороткой, то есть нам нужно подождать, пока каждый этап увлажнения кожи и ухода за ней, он сработает, а не знаете, где-то в попыхах там, где-то что-то нанесла, где-то что-то размазала, смешала этот крем с этим тоником, получилась какая-то каша, получился какой-то дурдом, нет, подождали несколько минут, и после этого нанесли увлажняющий крем, при помощи тоника ваш крем будет работать еще лучше, особенно если у вас какой-то дорогостоящий крем, который вот вы хотите максимум эффективности из него выдавить, вот при помощи тоника, эти все полезные микроэлементы, они еще лучше проникнут в вашу кожу, не забывайте об этом, это очень-очень важно, поэтому подождали пару минуточек, пока это все дело впитается, никогда у вас на лице просто вода какая-то стекает, вы таким вот образом нанесли, вбили, зафиксировали, кожа это все съела, прибалдела, и после этого вы нанесли крем, увлажнили, и все будет замечательно, и эффект будет просто максимальным, надеюсь, что информация была вам максимально полезной, спасибо за ваш лайк данному ролику, обязательно используйте данные методы, обязательно тестируйте, пробуйте, напишите, каким тоником пользуетесь вы, возможно, вы посоветуете какой-то отличный вариант, у корейских брендов есть огромное количество клевых тоников, я, кстати, к одному тоже присматривалась, может быть, когда закончу этот, еще возьму один корейский, если, короче говоря, у вас есть какие-то любимые-любимые тоники, напишите, как вообще относитесь к этому продукту, и, возможно, какой продукт еще, действие которого вы хотите разобрать, хотите, чтобы я вам рассказала, и так далее, и тому подобное, пишите, на какую тему еще хотите услышать видео, посмотреть, разобрать, я вас целую, обнимаю, спасибо, что были со мной, спасибо за ваше внимание, я желаю вам всего самого замечательного, всех обнимаю, целую, и всем пока-пока.